Чем больше Киев направляет своих военных на Донбасс, сознательно обостряя обстановку на линии соприкосновения в регионе, тем чаще украинские политики обвиняют в чем-то Россию. Например, 26 марта 2021 года глава украинской делегации в ТКАК по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, Минская группа, 87-летний Леонид Кравчук, уличил Москву в желании уничтожить его страну. Россия не откажется от своей основной позиции. Она формулируется так, Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России. К Украине могут быть выдвинуты и другие территориальные претензии. Россия хочет уничтожить Украину, и мы должны понимать это, сообщил Кравчук в эфире телеканала Украина, бенефицаром которого является олигарх Ренат Ахметов. Нужно отметить, что очередная вспышка агрессивности бывшего главного коммуниста УССР и экс-президента Украины связана с гибелью в районе поселка Шумы на Донбассе четырех украинских военнослужащих. Поэтому претензии Киева к Москве выглядят очередной провокацией Украины, направленной на срыв Минских соглашений. Ведь не Россия послала бойцов ВСУ на украинское мино-поле. Я думаю, нам нужно обратиться к мировому сообществу, к США, чтобы к России были применены соответствующие меры, а именно санкционные, дипломатические и другие. Только так можно остановить РФ. Добавил первый отец нации, запомнившийся соотечественником грандиозным разграблением Черноморского морского пароходства и маленьким домиком в Швейцарии. К Равчуку показалось этого мало, и он продолжил пиариться на крови соотечественников. В этот же день в эфире украинской телекомпании Дом он сделал очередное громкое заявление. Такие агрессивные действия со стороны России и оккупационной администрации АРДЛ свидетельствуют о том, что под угрозой выполнения главного документа, которым мы руководствуемся при соблюдении тишины. Сказал он, комментируя случившееся. Не собирается нормандская четверка. Таким образом, есть все основания говорить о серьезном обострении ситуации и принятии срочных мер на всех уровнях нормандского формата, минской площадке и украинской властью. Подытожил Кравчук. Заметим, что штаб АОС распространил информацию, что украинские военные погибли в результате минометного обстрела со стороны ДНР. Одновременно из Донецка проинформировали, что ДРГ, состоящая из военнослужащих ВСУ, подорвалась на минном поле, созданном украинской стороной. При этом многие украинские эксперты подозревают, что обострение на Донбассе напрямую связано с личным желанием президента Владимира Зеленского встретиться с главами России, Франции и Германии.